Раннер занимает первые места в этой категории на Изи, на Харде и Супер Харде, и также вторые места на Супер Харде, и вторые места на Супер Харде и Нормале. Итак, рана начинается, и раннер, тот человек, который ранит эту игру на не совсем... Том персонаже, на котором раннер остальные. Он раннер на Иви Завры, а точнее даже на персонажа Покемон Тренера, который в принципе... Который включает в себя три персонажа в одном. Здесь и Визавр, и Сквиртл, и еще Резорт. Итак, суть категории в том, что мы должны последовательно выбить в определенном порядке на разных стейджах, связанных с этими персонажами. Порядок персонажей определен заранее. Можете вот вверху между битвами посмотреть, кто там остался по списку. Некоторые персонажи... Некоторые персонажи там один в уровне всего лишь поступен. Против других этап рандомен. Например, вот на этапе с Марио, Пич, Луиджи и Боузером был не очень хороший рандом. На всех случаях, я не видел того, чтобы раннеры в лидербурге с этим уровнем продолжали игру. Ну вот, например, айсклимперы, насколько я знаю, у них только один доступен. Честно, да, Покемон Тренера можно заметить на заднем фоне на айсберге. И так. Что, собственно говоря, можно сказать про эту игру? Я, кстати, не уверен, какая это вообще сложность. Не посмотрел. Или не было возможности. Глянуть. Ну ладно. Итак, по сути, свой этот игровой режим является сервовым классическим, которым можно заметить, ну, видеть в многих файтингах. Мы должны победить много персонажей по очереди, и здоровье между боями или восстанавливается, или, как здесь, не восстанавливается. Просто так. Ну, в хабе между боями можно спешить сердечки, которые в основном там здоровье. Спасибо за подписки. Кто-то там был. Догмитсы вижу. Кто-то там еще точно был. Ладно, не будет отвлекаться. Короче, всем спасибо. Все молодцы. И так. Но, опять-таки, по Арану сказать что-либо достаточно сложно. У Визавра есть хорошая атака, которая подкидывает вверх и выбивает из арены противника. Собственно говоря, во всех, ну, в принципе, метод подведен противниками, в этих играх подобного типа один должен выбить противника из арены. Как видите, внизу есть показатели здоровья в виде процентов. Чем больше процентов, тем больше отлетает противник от наших ударов. Но у Визавра есть удар, который подкидывает вверх и, в принципе, хорошо выбивает противника даже при 0%. И так. Ну и да. На большинстве случаев мы просто становимся в одну точку. Ждем пока противники в виде компьютера соизволят до нас дойти. И выбиваем их. В некоторых случаях, в некоторых аренах, мы должны выбивать их не вверх, а перекидыванием вбок. Но, обычно, у вас нужна очень высокий смеш для стажа, потому что стажа очень большая. Но, в этом случае, игре не важно. Забавный факт. Забавный факт номер один. Или номер два. Или номер три. Я не знаю. Я запутался в каких фактах. Сколько я их уже упомянул. По этой игре, как и, наверное, по всем смешам, есть D5D комьюнити. И, как и многие смеши, ответ на этот имеет не очень хороший баланс. И, в данном случае, мы используем, на самом деле, не самого сильного персонажа. Который... Который уж PvP, в принципе, трейдится очень сложно. Он лоутирник. Именно покемон тренер. А также в ранах используются другими раннерами такие персонажи, как Pikachu, Snake, Ice Clamber и еще там по мелочи. Snake, например, является топ-тиром, топ-2, насколько я знаю, в большинстве случаев его ставят. Пикачу тоже достаточно сильный, Ice Clamber, в принципе, тоже. А вот и Визавр именно заточен под то, чтобы убивать и противника. Без особых проблем. Не всегда, как видите, раннер взялся рандом, и, на самом деле, он сейчас немного рискует, потому что... У него чё-то мало здоровья? У него чё-то мало здоровья? Потому что эти следующие два боя — это, в принципе, то, что вы видели раньше, без каких-то манипуляций. Его могут выбить? Я не знаю, почему он не похилился. Да. Он может, как бы, это сделать. Ну, кстати говоря, вот в мире Кирби мы встречаем... Точнее, уже встретили и уже выбили топ-тир этой игры MetacNight. Если загуглите финалы по Super Smash Bros. Brawl, то наверняка в 100% случаях хоть один из участников будет использовать MetacNight. У нас есть... О, нет, извините, пойдём. Ну, ты можешь сделать два. Хорошо, звучит хорошо. У нас есть 25$ от Бонзэ, который говорит, что так рад, что Brawl — это первый рун, который я видел. Мир... Спейс Фокса. Фокс, Фалка, Вульф. Вот эти ребята, да. В зависимости от этапа нам надо выбить от одного до четырёх партийников. И, как видите, по тем фрагам, которые нам подстоят, нам осталось не так много. Осталось только мир Валуиджи, мир... Покемонов и мир Пикмана. Ну, хотя в покемонах, на самом деле, там, по сути, не четыре, а семь персонажей. Кроме Пикачу, Джиглиптофа и Лукарио, будет Покемон Тренер, который призывает трёх покемонов разных. То есть наш Ивизавр, Сквиртл и Через Арт. И, как я понимаю, покемон Тренер ещё рандомит с порядком призыва покемонов, что заставляет некоторые неприятности. Также я бы умирал, если этот Рок Смэшер был связан. Но это нормально. Также токмон-файд очень-очень хорошая. Ну, в целом, рандом, как видите, не то чтобы прям сложный. Мы надеемся, что в рандом нам повезёт, и мы просто хорошо ударим противника. Сейчас мы идем сейчас, и на самом Ивизавре, но и даже немного вниз, поэтому прыгающий у нас вниз. Персонаж будет задет. И, по сути, это всё, ребята? Я не знаю, почему он не стопит время. По идее, это уже должно быть время. Время, но, на самом деле, время, как видите, ещё идёт. Ну, Райнер может позволить. Райнер поговорит за первом комьюнити Смэша и, в принципе, комьюнити Смэша. Если вы хотите увидеть более классные, или вещи, как подкасты и мероприятия в Германии, или если вы хотите услышать, как красивый Ивизавр и Раулет, то проверить на канал, если это подходит в ваш вкус. И я хочу сказать, спасибо вам всем. Пожалуйста, оставь больше. Райнер прям... ...естимейт указал очень... ...прям очень очень большой. Продолжение следует...